Один за всех на завершившемся в Чебоксарах первенстве Центрального Совета Спортивного Общества Профсоюзов России по боксу лишь одному представителю Чувашии удалось подняться на пьедестал почета. Кому из хозяев ринга проявила благосклонность спортивная фортуна, расскажет мой коллега Вячеслав Ильин. Восемь соревновательных дней, почти полтысячи участников и ровно 472 боя для того, чтобы определить 26 лучших боксеров двух возрастных групп. Бокс по-прежнему остается одним из самых популярных видов единоборств. 48 из 85 регионов России делегировали в Чебоксары своих представителей. Помимо призов от главы Чувашии, победитель получал и супер-бонус – путевку в финал российского первенства. Сборная команды Чувашии по боксу в юношеской и юниорских группах заявила 19 файтеров. Скажем так, тут очень сильный, тут есть и победители Европы, и вот будет английский перерыв. Очень сложно. Добраться до полуфинальной стадии удалось лишь одному боксеру. В категории до 66 килограммов приблизиться к пьедесталу смог воспитанник канажской спортшколы имени Владимира Воронкова Александр Гаас. Боксер в форме красного цвета. Соперником победителя перерыва Чувашии стал представитель Саратова Артем Кукушкин. В бою равных решающим зачастую становится самый незначительный нюанс. На стороне Александра было преимущество домашнего ринга. А вот его оппонента в бой в буквальном смысле этого слова ввел отец Сергей Кукушкин. И спустя 9 минут поединка в финал турнира прошел представитель Саратова, а у воспитанника тренерского тандема Александр Ситников Алексей Владимиров бронза. Я, конечно, хочу дальше пройти в бокс, съездить на Россию, отобраться на Россию. И встать на верхний перестал. Кстати, соперник Александра Гааса Артем Кукушкин завоевал золото первенства спортообщества и теперь будет вести подготовку к российскому финалу. По итогам прошлого года мы являемся лидерами среди спортообществ. И этим ребятам выступить придется достойно на предстоящих соревнованиях, так как по итогам прошлого года уже 14 спортсменов являются национальной сборной. И нам нужно удержать позицию и достойно выступить на этих соревнованиях. Вячеслав Ильин, Вести, Чуваша.